В начале я отвечу на комментарии Александра Колесник и Яна Суконник. Вот смотрите, я открытый человек. Что у меня, как у меня, я там рассказываю, что-то там решаю. И не говорю о том, что у меня вот что-то получилось на 100%, что-то не получилось там на 200%. Более-менее я перед вами. И выложив 2000 с лишним видео, я там столько рассказал о себе, об удачах и неудачах, о том, как я вот мыслю, почему я мыслю. То есть все объяснил. Новые люди приходят и начинается все там с самого начала. Я уже подчеркивал, что я не против науки, не против медицины. Я только за то, чтобы это вообще-то делалось как-то, знаете, гуманно, так скажем. И вообще-то, вообще-то, вот это вот все я хочу отбросить. Я рассказываю в основном о здоровом образе жизни, как его понимаю. Чтобы у нас не было ни переломов в ног, ни проблем там особо с зубами, ни еще что-то такого, когда там действительно требуется какая-то там срочная помощь. И здесь, естественно, вам ее лучше дадут там в больнице. Но что касается хронических там заболеваний, вы должны найти причину и с ней работать. То есть я вообще говорю о том, как свое здоровье поддерживать в порядке. Я не являюсь, конечно, стопроцентным примером, но для себя я, вот сколько я в себя вложил, столько я и получил. Поэтому я не ропщу сейчас ни на медицину, ни еще там на кого-то, а целиком вот сосредоточен на себе, на работе. Что у тебя есть со здоровьем? Твои заслуги, будем говорить, как положительные, так и отрицательные. Что у тебя в кармане есть? Твои заслуги, как положительные, отрицательные. Что у тебя в семье? Что у тебя там по работе или там по пенсии, по самореализации? Это все твои заслуги. Вот что я в основном имею в виду. А когда начинают вот это передергивать, это так, это тосяк, как-то это уже, знаете, я столько на эту тему наговорил, что просто мне неприятно слушать. И вы знаете, чем мне понравилась Елена Малышева? Я цитирую ее слова. Я с народниками не общаюсь. Если вы считаете себя таким вот умным, таким продвинутым, что вам нечего со мной там общаться, что-то там от меня слушать или вообще я вам не интересен, зачем сюда заходить на канал и просто-напросто портить себе настроение и вот пытаться что-то там доказать, утвердиться. Вот лично я для себя утвердился во всех тех направлениях, в которых я работал. В спорте, как писатель, как ведущий, так вот судьба неожиданно подбросила. Как будем говорить, вот и более-менее в каком-то там материальном плане. Я сейчас живу вот с женой, смотрю на нее и говорю, как хорошо, что вот в конце нашей, так сказать, жизни у нас есть домик, теплое местечко, мы можем кое-что себе позволить. Вот об этом я и рассказываю. О себе там, о своих мыслях, о своих этих там, что мне интересно. И поэтому получается, если я вам интересен, вот в целом интересен, со мной вы считаете, там можно общаться, пожалуйста, мой канал как раз для этого, чтобы вот такие люди собирались, делились там своими мнениями. А если я вам не интересен, тем более там, вы считаете, что я, как некоторые там пишут, заубил там людей или еще что-то там такое, ну, это не то. Вот, что я бы хотел сказать по всему этому поводу. Я могу, конечно, удалить и, возможно, и удалю. Ну, я просто не понимаю тех людей, которые зашли заведомо к человеку, который им там не нравится, вот, и что-то тут рассказывают. Можно было бы, ну, я бы вообще бы не заходил и, как видите, не захожу. Да, всему свое время. Я вам показывал, и какой я был богатыр, и какой я был стройный, и много-много-много. А сейчас я вам показываю вот такой, как я есть, потрепанный жизнью. Потому что я, как и все вы, вокнулся в эту жизнь. Ага, давай, то, сё, делать. Не обращая там внимания, думал, да, это здоровье у меня там будет, ого, сколько. Ну, оказалось, видите, за всё надо платить. И я доволен тем, что я сейчас имею в отношении всего. И знаю, если я захочу больше, значит, просто целесообразно применив свои силы к тому или к другому. И всё это получишь. Я за разумность. Вот за что я. Так что всех обнимаю, никого особо я не осуждаю. Так, знаете, вот внутри такого нету, что ты чем-то там недоволен. Полное довольство, потому что есть полное понимание окружающей жизни. Всегда будут недовольны. Как бы ты ни был хорош, что бы ты там ни делал, всё равно, понимаете, всё равно и это наблюдается с самого зарождения человечества. Как они были, так они есть и так они и будут. Это такая вот особенность человеческого жития и мышления. Ну, дальше мне не хочется так рассказывать, хотя я чувствую, вошёл в поток, и сейчас я бы как погнал вам правду матку. Но цель такова, если я вам интересен со всеми своими потрохами, пожалуйста, заходите, там общаемся. А если не интересен, ну что там, ну вы там стали там более продвинуты, больше там знаете, больше там можете... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова